Всем привет дорогие друзья! Сегодня 16.09 и поэтому пора в лес осень! Нам очень повезло. Погода моя любимая. Солнце не светит, но и дождь не идет. Хотя вот недавно мы ехали сюда, прошел дождик. Только зашли уже я услышал радостные возгласы Катюши. Ну конечно же по традиции я стал приближаться поближе. Тут большой белый, он наверное старый уже. Кстати вот, что такое? Ну ладно, старый уже. Кстати вот начал разгребать и чувствую, что тут поглубже не такая и влажная почва. Мы его оставим. Он уже старенький. Старенький спароносец. Вот пожалуйста молоденькие. Чувствую надо идти своим путем. А то там начинают уже психовать. Могу сказать, что это почти Полтавская область и здесь очень богатый лес. Ну конечно в сезон. А вот и мой первый купиночек. Я люблю такие маленькие грибочки. Малыши, ну не совсем уж. Приятные очень размерчики. Ну вот этот совсем маленький. Я его брать не буду. Пусть растет кому-нибудь на радость. Возможно еще мы сюда вернемся. Кстати еще один бугорочек. Тоже малыш. Катя думает, что мой главный секрет заключается в том, что мы... В том, что я забежал наперед. Ведь мы движемся в ту сторону. Ну ничего. Тут же сколько рядов он еще. Можно пойти чуть левее. Эй, еще я должен орать на весь лес. Ты что не видишь? Он дядька какой-то сидит. И что? Ну откуда ты знаешь кто-то? Возле меня ходи. А что мне тут ходить? Сейчас найдем. Не расстраивайся. Ходить я не могу по пятам. По пятам. Рядом ходить можно. Вон мама за мной идет. Смотри, нарезает. Присела вон. Вот Максимочка, найди его сам. Да я не найду. Найди. Ну найдешь. Нет. Даже зрители уже нашли, наверное. Иди прямо. И что? Увидел, нет? Увидеть. Покажи. Вот. Выкручивай. Не срывай. Да не хочу срывай. Твой гриб сам срывай. Ну ладно. Я по-отцовски ему хотел гриб подогнать. Какой беляшоночек красивый. Вот, кстати, мой новый инструмент. Нож называется флипер. Ой, тут какой-то интересный бугорок. Сейчас. Опа. Продемонстрирую. А, да. Еще бугорочки. Вот. Он очень тонкий, очень острый. Очень нравится мне им работать. Может быть, тут нету щёточки. Но... Вернее, может быть, тут нету щёточки. И пусть тут нету щёточки. Но зато он как бритва. Можно вот так вот поголитый беляша. Как вы можете видеть по мне, на улице совсем не холодно. Сейчас где-то 22 или 23 градуса, да, Катя? 20. А, ну 20. Ну тепло всё равно. Оно ещё в движении. Вообще жарко. Комфортно. Ну, кому-то комфортно. А кто-то, как я, теперь с тарантулом на куртке. Ходить вынужден. А, вон ходит. Капец. Снимите его с меня. Повезло и тебе. Ну, маленький так. Маленький. Маленький. Максим нашёл масленка. 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 Бери. Как вы так здесь? Я не знаю. бери за ножку прикрой ямку а я сегодня после суточного наряда и такое заметил за собой что я не могу сфокусировать зрение если кто-то со стороны на меня посмотрит он точно будет обходить меня стороной потому как выражение лица вот такое напрягаюсь все кругом расплывается плюс еще работа за компьютером многочасовая глаза напрягаются нужно есть такое упражнение обязательно посмотреть вдаль перевести взгляд я тупо паутиной просто в лицо всеми я знаю сейчас просто свирепствует эти пауки ну что ты заберешь этого беляшинка короче нужно перевести взгляд куда-нибудь вдаль понимаете близко посмотреть потом вдаль вот еще такой вот массаж для глазных яблок очень полезен так ну шо по голому цего беляшика по голому значит побреем нечто оранжевое частюля лопатуля отправляется корзинку сегодня в поиске беляшей у нас какой-то особенной стратегии нету вот видите бугры мы просто идем так сказать на нюх здесь видно было что люди прошли но вот вот в этом вот клаптики стоял один высокий вот этот беляшик так что надея и вот стоило отойти пару метров и тут показались шляпки не знаю катя прошла от этого мне еще более радостный а шляпки друзья мои в количестве четырех да какие красивые а шо ж прибрыху я шо ж прибрыху если максим не подтвердит мои слова сейчас мы пригласим катю сюда оценить находку не без слезинки в глазах это демонстрация будет происходить катюш иди посмотри маслятушки нож почти скальпель здесь в этих холмах максим называет это грибные холмы да мы тут уже неоднократно бывали прошлых сезонов и вот всегда успех привыкай максимушка очень приятно здесь ходить по такому свежему лесу некоторые места буквально пахнут грибами я знаю вам знакомо это вот же он источник этого аромата то ли грибы пахнут сыростью то ли сырость пахнет грибами но это очень очень приятно вот уже начал накрапывать мелкий дождик в отличие от кати такой должен дождик меня совсем не раздражает а наоборот успокаивает дорогие друзья несмотря на дождь грибалочка продолжается посмотрите кто здесь встречает нас красота пожалуйста а катя не хотела сюда идти говорит мы тут никогда ничего не находили настало время их сорвать свежаки всегда люблю проверять места где недавно было разрыто посмотрите песок и какой беляш толстоногий да я когда-то рассказывал о том что там где разрыто прерывается грибница да и она старается размножиться все больше я помню когда-то выхожу на такую песчаную дорогу а там вот так вот натыкана штук 6 или 7 масленочек молоденький давай его срежу бери к себе он совсем маленький рядом пусть растет вот мы только что с вот этой поляночки мховой зашли и и я обращаю внимание что нужно всегда смотреть по кромке лесной обязательно здесь будут грибы это маленький беляшоночек у меня тут чуть побольше альбиносик вот здесь внимательно нужно смотреть всегда так ну а це я уже не дуже люблю наближается стадо грибников беляшоночек раздавленный немножко о молодец вот только что эти грибнички были здесь я решил проверить ничего ли они здесь не пропустили очень приятный размерчик ну что больше не видать сейчас посмотрим вообще класс давай срывай ямку зарывай давай дмитрий сова сделает из него красаву держи частичок максимчик здесь еще три бугорочка я увидел тихо 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 я же хотел их показать что ж первые когда тут папа уже орудуют орудуют своим скальпеля ну 4 тоже твой где тут потерял его Вот он, бочонок. Вот такие разные. Вы напали на местяк? Прекрасные каштановые головы. Ну срывай Максим. Прямо возле чистотила. Надо здесь внимательно смотреть. Здесь вот автомобили прямо в непосредственной близости бороздят лес. Только что пробегала девушка. Полное ведро зонтов. А я думаю, что-то зонтов не видно в этом лесу. Хотя раньше здесь встречались они очень часто. И я уже мечтаю отведать зонтик. Хоть один в этом году. Может быть и нам повезет. Я тут все мелочь ковырял. Гляжу. А здесь вот травку приподнимает головой. Уже такая внушительных размеров шляпа. Как я посмотрю, люди на автомобилях бороздят этот лес. И все ездят по всей видимости, по своим местам. Мне больше интересно разведывать новые места. А чьи-то находить места. Нежели просто спешить по своим местам. По-моему, это уже не так романтично. Вот как в этот раз. Попал на чье-то местечко. Это очень романтично. А человек шел, развернул, засел в автомобиль и поехал. Видит, что я как бы сюда впервые пришел. Признаюсь честно, я вообще думал, что об этом лесе никто не знает. Ну это глупо так надеяться на это. Ну сколько я здесь ходил, людей практически не было. А сегодня про маншлаг какой-то. Вот оно счастье в бугоручке. А также на поверхности счастье. Это тот лес, где я говорил, можно ходить-ходить долго и ничего не попадется. А потом найти один местяк и набрать полную корзинку. Тут вот интересное явление. Смотри. Просто вот лежит древесина гниющая. Глядим под нее. Как-то необычно здесь поднимаются листва. С иголочками. Иди сюда и посмотри, что там. Конечно. И там целых два беляша. Возьмешь себе их? Ну давай. Один. Держи. Держи. И второй. Я нашел какой-то микроскопический. Это масленочек маленький. Вообще маленький. Детеныш. Вилочка его будем ловить по тарелочке. Такие вот грязнули. Я уж не надеялся встретить хороший такой зачетный трофейный экземпляр на открытой местности. А нет. Для меня сохранился один. Несмотря на количество грибников. А сейчас я тут пока за этим полез. Увидел трофейный масленок. Сейчас вы удивитесь. Он очень высокий. И не менее красив, чем этот беляш. Я подумал. О, вот я тоже нашел. Да их тут смотри, Максимка. Смотри сколько их. Ого! Мам, быстрее сюда. Тут куча грибов. Не зови сюда маму. Принеси лучше корзину. Мама, куда? Вот такие вот. Ой, класс. Ну иди, помогай. Наконец-то полянка грибная, да? Можно мне один? Как я обожаю маслят. Можно, Максимка. Ох, как нажарим. Наслаждайтесь. Все ради вас. Нажаримся один маленький. Так, только ж не подовым они там. У чоботих. Что мне маслята, когда тут беляши такие? Я такой еще, мам. Тебе дарю вот такую большую. Вернулся к местечку, где торчал беляшок. Здесь его родственничек недалеко обитает. И вот наконец-то повстречался паличок на этой полянке. Паличок. Паличок. Первый паличок мой в этом сезоне. Первый паличок. Дождик уже прекратился. И вот они. Три штучки вылезло. Четыре. Это пятый у тебя. Я просто хотел показать, какие они молоденькие. Ровеснички. Такая полянка. Где-то еще видел. Ага. Ага. На одном месте. Представляешь? И вот. Вот такая поляночка. Осторожно под ноги смотри. Они тут такие маленькие. Прикольные. Ученич. 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 А ты вот этого не увидел? А крупного и не увидел сразу. А я вот. Маленьких по насобирал. Что происходит? Смотри. Ученич. Вот это полянка, да? Угу. И очень мягко. Вот. Угу. Буквально ну сколько здесь... На 8 квадратных метрах. Дима, ты не выключил? Нет Смотри, я хотела показать Когда вы срезаете белый гриб Смотрите, сколько остается мяса в земле Тут еще можно вот это обрезать, обчистить Что мы сейчас и сделаем Нормально просто получается А вы говорите, выкручиваешь, выкручиваешь Ну все как-то одного размера Хочется уже найти беляшелу Интересно, удастся ли Друзья, пользуюсь моментом Пока Катя там свой ролик снимает Я просто хожу и кашу Посмотрите Я в восторге Хотел же я сегодня Какой-нибудь трофейный Ну пусть это не самый большой Который я вообще находил Но за сегодня, мне кажется Это самый достойный Увесистый Ну вот, адреналинчик В кровь Брызгает При виде таких красавцев А еще хочется отметить Максим Уже не ноет Ходит Я говорю, может ты уже устал К машине пойдем А он наоборот говорит Да нет Давай еще походим Человек уже вкусил Этот грибной кайф По-моему здесь третий Спрятался точно Ну вот это вообще класс А я сегодня мечтал Такой какой-то побольше найти Да, я не терял время Да, я не терял время Зря Может быть будем собираться уже Ну да К машине идти Давай напоследок еще Вот такого вот Соберем Я правда не совсем понимаю Куда идти К машине А ты знаешь куда? Ну туда Куда пошли Ну я тоже так думаю Что это куда-то туда Я тут только что своих мужиков Мучила Чтобы они мне красивый видосик Сняли В инстаграм Мы в общем идем Спорим У Максима не получилось А Дима мне снял Этот видос Слава богу И тут мы идем Спорим Спорим А тут Дима Да Максим просто ревновать начал Что я снял лучше С первого дубля Ну ничего Смотри какой красивый Максик Прям шоколад Молочный шоколад О я еще нашел Погоди Ну надо же заценить его размеры Срывай Хороший У каждого грибника Наступает момент Когда нога становится Как попала уже От усталости Как раз сейчас у меня уже такой момент Плюс дождик опять начался Все мы уже подходим К машине Сейчас будем Подбиваться Под сумкой Вот наш Семейный результат Моя корзина Кати И Максима Все Грибочки Небольшого размера В основном Ну по количеству Я не знаю Вот у нас здесь По льву Первенство Наверное все таки Кате надо отдать Катя наковыряла Наковыряла До новых встреч Друзья Жду от вас Лайк Комментарий И подписку Если вы не подписаны До новых встреч Пока Пока